Здравствуйте, наши дорогие друзья и гости нашего канала. С вами снова я, Ольга, из Берлина в деревню Баден-Бюртенберг. А у нас сегодня, посмотрите, какая погода. Идет дождик, и на листиках висят его серебристые капельки. Сейчас у нас уже август, и лето подходит к концу. А еще недавно мы с вами ездили в Берлин, гуляли по Берлину, ходили по Штраусбергу, любовались озером, которое есть на Штраусберге у нас. Но, друзья, у меня еще осталось немного видео из Берлина. И я с удовольствием хочу вам показать эти небольшие видео. И надеюсь, очень надеюсь, что они вам, друзья, очень понравятся. И вы с удовольствием еще немножечко погуляете с нами по Берлину. Песня есть такая на немецком языке. Berlin du bist der wunderbar. Очень хорошая. Это значит, что Берлин прекрасен. Вот я ее очень люблю, эту песню. Потому что скучаю по Берлину. Это место Франкфуртские ворота называется. Вот мы проезжаем по ним и едем дальше в телевизионной башне, на которой есть ресторан, крутящийся вокруг, красивая обзорная площадка. Мы там тоже были, конечно. Все это смотрели, видели. Ну, там обычно бывают очень большие очереди, так как всегда бывает наплыв туристов. Я не знаю, как это происходит сейчас во время ковида, но обычно это там очень-очень большие очереди. И долго надо стоять для того, чтобы попасть туда наверх, на обзорную площадку, и посмотреть все это сверху. Вот он наш фонтанчик. На круговом движении. И телевизионная башня все ближе. Здесь вот живет наша подруга рядышком, в самом центре. Берлина. А напротив ее дома, на этой вот стороне, находится Берлинале, в котором проходят все фестивали фильмов. Приезжают сюда артисты. Красная дорожка. Конечно же. Он живет вот здесь, вот прямо в этих домах. Везде, конечно, в Берлине идут стройки. Бесконечно они что-то строят, ремонтируют и улучшают наш Берлин. Он становится все краше и краше. Ну вот, уже мы подъезжаем к Зигзойле. И здесь по бокам у нас парковки, где можно оставить машину. И нам с вами можно пойти и погулять. Сейчас мы оставим машину и пойдем с вами дальше. А у нас здесь вот такое вот озеро. И хочу поснимать для вас лилии. Смотрите, как они цветут. Честно сказать, я не могу. Лилии это или ковшинки. Ну, в общем, они уже цветут. Сейчас я подойду с другой стороны. Не знаю, будет вам видно или нет. У меня на стабилизации стоит, поэтому не могу сейчас пока снимаю приблизить. Но там купается птичка. Видите, она встала на листик. Да, видно ее. Она встала на листик и стоит купается, потому что очень-очень жарко. И ей хочется немножко просвежиться. Ну, какая прелесть! Как красиво цветут! Смотрите, насколько это красиво! Это просто чудо! Ну, вон там вдалеке вам, наверное, не будет видно. Там есть еще и красные. Вот сейчас я подойду поближе и сниму для вас. Вот они, они красные. Чудо красивое! А помните, друзья, когда-то в детстве у нас были такие светильники лилии? Кто из советских времен, я думаю, все помнят этот светильник. Такое прекрасное местечко, где можно посидеть в тенечке, отдохнуть, собраться с мыслями или прийти сюда с подружкой, как вот эти вот две болтушки сидят. Ну и, конечно, в этом парке все возможные памятники везде стоят. Здесь очень свежо, хорошо. Погодка прекрасная. Господи, как же я соскучилась по тебе, мой любимый Берлин. Здесь у нас огромный лось отдыхает в тенечке. И такие у нас еще памятники есть животным. Огромные буйволы. Привет! И мы по тенечку приближаемся к нашей машине и поедем домой. Вернее, в Штраусберг. А рикши катают здесь туристов. Ну и по вечерам, конечно же, здесь горят вот эти фонари, освещенные длинные тропинки, по которым можно вечером прогуляться. Ну и вот мы подходим уже к нашей машине. Сегодня мы с вами погуляли по Берлину. Теперь нас еще ждет грильня. Пойдем с вами поедем на дачу и погрилим там. А сейчас мы находимся в районе Лихтенберга. Здесь тоже очень огромный парк, озеро, в котором бассейн, господи, фонтаны. В общем, тоже очень красивые парки. Можно гулять, прогуливаться. Ну и, конечно, мост желаний, естественно, как и везде с замочками. Мы продолжаем свой путь дальше. По правую сторону у нас водонапорная станция какая-то из красивого красного кирпича. Когда-то здесь мы искали квартиру, когда только приехали в Берлин и нашли ее в этом районе. напротив как раз вот этих красивых построек. Там был зимний сад в этой квартире. В общем-то, была шикарная квартирка. И мы искали в разных районах Берлина. И нам позвонили со Шпрингфуля и пригласили на подпись документов. Мы поехали сразу куда в первую нас пригласили, туда мы и поехали. в Берлин мы приехали жить в 2007 году. В те времена конечно было море квартир и можно было по всему Берлину себе искать квартиру, искать, искать и найти себе самый лучший вариант. сейчас такого нет. Это у нас огромные-огромные магазины здесь. Икея, Хюфнер, Глобус. Ну и естественно здесь у нас проходят Вайнахцмаркты на Рождество немецкое. Очень красиво все светится, огни. Здесь у нас садовый центр, строительный центр. В общем-то мы с Мишей частенько приезжали сюда и что-нибудь обязательно себе прикупали. Иногда просто так поболтаться по большим магазинам тоже было интересно что-то посмотреть новенькое, погулять было интересно нам. А вот в этом здании видите с самого низу и до верха вон торчит вверх огромная стеклянная пирамида. Вот как-то мне пришлось нам здесь побывать. Почему я здесь был? А, точно. Миша здесь немножко учился. И он тут был. Я здесь не была и не видела этого купола. Ну что ж, друзья, я надеюсь мое видео из Берлина вам понравилось. А я, как обычно, желаю вам всего самого доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте друзья всегда вместе с нами. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Несмотря даже вот на такую погоду, а возможно у вас там прекрасная погода и солнышко. Всего вам доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте друзья всегда вместе с нами. Пока-пока!